Здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем курс физика для... для чайника. Ну, не только для чайника, а физика для всех, кто считает себя очень далеким от физики. Мы в очередной раз сможем убедить вас в том, что потрясающие, удивительные явления окружают нас и сопровождают на каждом шагу. Вот, например, обычный фен. Ну что, казалось бы, у него есть только одно назначение, да? Просто принять приятный воздушный душ. Но, если мы вспомним про законы гидро-газодинамики, то, используя обыкновенный шарик для пинг-понга, мы сможем увидеть следующее явление. Как видите, данные и господа, шарик ведет себя необычно. Казалось бы, да? Он находится, как скажем, как скажем на физике, в состоянии квазиустойчивого равновесия. Правда, это устойчивое равновесие, видите? Он не собирается падать. Я вывожу его. Он возвращается обратно. Не хочет. Еще раз дочек. Еще раз дочек. Он возвращается в исходное положение, потому что ему там, наверное, комфортно и тепло. Теплый воздух выходит. Давайте используем другой шарик. Вот скажем такой. Обыкновенный надзунной шарик, внутри которого находится воздух. Что же происходит? Шарик попадает в ту же самую воздушную струю, но ведет себя очень необычно. Смотрите. Далья, камни. Камни. Тай, камни. Камни. Если мы к этому шарику добавим грузик, обыкновенная металлическая защелка, прищепка, то будет более нагрет. Он еще и танцует, потому что явно этому шарику очень нравится пребывать в теплом воздухе. И последнее. Если мы добавим к этому грузику еще один грузик, посмотрим, что из этого получится. Давайте добавим еще один грузик. А ты приближай к камеру, чтобы они не увидели все. Приближай. Еще один грузик. Так. Вот у нас получился еще более тяжелый шарик. Что получилось? Ну-ка посмотрим. Поехали. Поехали. Ну и последний опыт. Вот с таким шариком. Нет, вот с таким шариком. Вот с таким шариком. Вот с таким шариком. Все, спасибо за внимание. Поехали. Спасибо за внимание. Поехали.